всем доброго дня дорогие мои доброго вам вторника ну вот я приехал это самое как говорится по делам ездил долмуше автобусах но пока машина ремонт и как говорится надо пользоваться общественным транспортом ну и одновременно успел посидеть и по чашечку кофе пить с моими друзьями они бюджетники работают в частной школе вот и поговорив с ними решил сделать вот этот ролик честно говоря для меня было вообще это кошмар когда они сказали с этого года образование частных школах сколько стоит я ребята был в шоке честно я думаю что для вас тоже наверное это будет как-то это вот короче говоря с этого года частных образовательных школах анкары я не знаю анталии анталии тоже наверно дорогие вот 175 тысяч лир на одного ребенка если двое детей это считайте умножайте на 2 почти 350 это одиннадцать тысяч долларов если у кого двое детей если на одного ребенка сто семьдесят пять тысяч хочу сразу сказать что за сто семьдесят пять тысяч можно купить более менее подержанную машину сейчас пределах 200 тысяч до пределах 200 тысяч можно купить считаете на одного ребенка отдавать надо вот такие деньги они сами конечно в шоке они говорят что в этом году большинство частных школах опустеют по крайней мере газет в анкаре потому что частные школы сдавали основном бюджетники которым частных школах выйти как у них как типа продленного дня и питание все конечно два-три раза питания и с пол девятого начинается занятие где-то 9 до вот и до пяти часов почти то есть они под присмотром вот и он говорит они вот этот они мужчины-женщины он сам на съемной квартире живет и по съемной квартире тоже он говорит потому что у него квартира его жилье находится 30 километров от места где частная школа он горит я за то что рядом год я снимал снимал год сначала говорит за две тысячи за тысячи говорит прошлого года 6 тысяч отдаю в этом году он же от меня отсюда хочет выгнать человек довольно взрослый человек и он говорит что сейчас он назначает горцину говорит 15 тысяч хотя хозяин квартиры тоже человек военный врач говорит в общем интеллигентный врач человек когда гордень касается интеллигентный сгод исчезает 15 тысяч лишь вот так что анкаре все подорожало я им сказали я говорю ребята я говорю ну я говорю анталия два раза дешевле можно сейчас снять я закрыт вы же граждане все таки это но они как но мы связаны с работой во первых во вторых год но мы же родились здесь год выросли но вот и другая преподавательница тоже это самое тоже я ее знаю ее супруга знаю общем короче хорошие люди тоже год 15 лет год жили говорит на съемный квартир вот сейчас только год новостройку купили пока ремонт как идет много сейчас говорит очень дорого все стало здесь и самое главное говорит ни с чем не связаны вот зарплаты говорит чу чиновников сейчас 30 35 тысяч считай есть на одного ребенка больше половины надо отдавать на учебу от ребенка поэтому в этом году и что самое главное да на аренду дорогие квартиры здесь на аренду на продаж дешевые даже за миллион год сейчас можно найти ягоды я сам смотрели даже дешевле можно это сейчас продажа гордышей в лига чем год аренда вот вообще как непонятная такая ситуация говорю подождите а закон вот это ягод сейчас которым описывается 25 процентов ничего это не работает сейчас на это как не смотрят вы правильно комментариях написали что только никаких законов не боятся это наверное точно когда деньги касается они горят а закон думает последний момент когда их год ловит когда их это так что я же говорю это это вообще нечто вот вы правильно написали там какая-то ваша подруга короче за магистратуру визу отдала 4 тысячи долларов и за все остальное 36 тысяч лир это получается почти пять с половиной тысяч долларов чтобы жить турции а еще извините и детей как это это вообще не государстве школы есть до государственной школе это не переполнены почти все переполнены и люди хотят чтобы дети питались в школах вот это самое как-то было других школах вот российских школах питание есть но там платить надо тоже да не небольшие маленькие деньги но не на таких это вот посмотрите на одного ребенка триста семьдесят на уровень сто семьдесят пять тысяч это сто тысяч уже триста двадцать тысяч рублей 7 и 3 20 полмиллиона почти 600 тысяч надо отдавать на одного ребенка на частную школу по российским рублям представляете а если двое детей больше миллиона в год это в год за девять месяцев а кроме этого еще и сервис который отвозит привозит это еще вообще я вот выставил же вам какие цены сейчас поднялись на все сейчас поднялись цены они говорят это самый я мы не знаем вот мы сами образованные люди они по два высших образования интеллигентах они как мы сами не знаем для чего это от чего хочу как хотят чтобы в этом всех это все я говорю иностранцы уже так скоро мы сами уедем скоро мы сами уедем как какой нафиг а так и цены как сделали это невозможно ну и столько здесь нет иностранцев здесь здесь иностранцев здесь не было а почему здесь вот такой вот эти год не курортная зона огурья не знаю я говорю ребята я говорю вообще балдею сам честно говоря да вот тупо просто тупо да вот ни с чем вот есть такое тео называется тео какого-то проекта техника экономической обоснования называется до проекта да ну какое обоснование вот здесь вот извините у людей зарплата от силы государства 30 тысяч а он должен отдать за ребенка каждый почти всю свою зарплату короче годовую годовую зарплату вот госшкола за полу строить школу но очень медленно вот одну школу здесь где-то близко строит вот рядом лицей там будет уже как там все как от нас туда побегут вот и горит огромные суммы горит назначает и горит особенно вот это аренда арендодатели горит ну горит их тоже можно понять какой-то степени сегодня взаимосвязь все горит подорожало но зарплаты горит такие не выросли горит сразу я горит у вас это само у нас такая же мы с вами я говорю это родственные души у нас тоже я говорю не успевает правительство объявить на три процента пенсии или зарплаты я говорю коммуналка я говорю увеличивается на пять процентов я говорю еще люди не успели получить этих денег были ли они сумасшедшие что ли я не могу понять вот и что самое удивительное да вот здесь же не курортный район анкара не курортное же место но приезжают то есть уезжает они здесь же не живут из моря нет ничего нет но почему здесь вот такие цены здесь было очень дешево кстати когда анталии было например квартиры аренда квартир 10 15 тысяч доходило да тогда здесь квартиры стоили две тысячи никто не снимал анталии закрытые районы сделали да вот это там под еще велом ахмут лар там оба там кони алты дешевый квартира я посмотрел мы тоже посмотрели к этому мы не сможем там жарко во-первых мы горит не привыкли к такой жаре вот хотя и сами турки вот ну как мы здесь родились выросли гает но там годы щебли уже в два-три раза чем здесь там год курорт а здесь горит почему так я говорю я не знаю в общем видите как и на продажу говорит на продажу можно дешево купить но тоже надо знать внутри короче есть есть киральджи в общем короче арендатор не стоит даже гад близко под вы его гад не успею не сможете гад выгнат сейчас чтобы выгнать оттуда квартиранта квартира на хозяева наоборот деньги платят им чтобы они ушли и чтоб продать когда если гад чистая гад квартира без без квартира то тогда год подороже а если год квартира там год за миллион за миллион двести три плюс один можно купить даже дешевле можно вот такие дела ребята так что что творится сейчас здесь да вы не удивляйтесь вы не удивляйтесь самые турки ребята они сами шоке сами в шоке что сейчас происходит вот честно я вам скажу но это даже не ни в какие ворота не лезет извини за такие деньги обучать ребенку это университеты дешевле но если граждане конечно хотя тоже видеть как вы написали что ваша подруга за магистратуру визу студенческую 4000 долларов отдал это это сколько же получается сто двадцать тысяч и плюс еще вы написали тридцать тысячу сто пятьдесят тысяч пять тысяч долларов пять тысяч долларов чтобы здесь жить нет турция становится дорогой очень дорогой люди сейчас основном я посмотрел меня очень много друзей тайланд тайландская у меня группа в этом тоже тайланды намного дешевле вот вы правильно написали что вы решили хургаду поехать вы сначала хотели турции турция уже только для богатых я хочу сразу сказать для супер богатых не только богатых для супер богатых для супер богатых вот потому что извините по таким ценам жить по таким люди же такие зарплаты не получают вот к чему это идет я не знаю будет ли этот обвал вот этот а лопнет ли этот пузырь тоже неизвестно наверняка люди знаете как такие давят до конца давят до конца людей чтобы сок и все выжить чтобы человек взорвался уже понимаете чтобы народ народ не недоумений недоумений конечно богатые таких не слышит а у нас есть квартир нам хорошо они так извините почти 60 процентов населения живут я же показал статистику больше 50 процентов почти живут это самое на съемных квартирах извините а это люди которые на съемных квартирах они в основном бюджетники учителя врачи когда повысили сели в алании там столько врачей оттуда уехала учителя уже под угрозой было закрыты школ уже было вот эти потому что учителя уехали они же на съемных квартирах живут вот такие дела так что в шоке не только вы шоке сами турки тоже от такой жизни всем хорошего дня пока